Более 50 лет прошло с тех пор, как в столице нашей Родины, в Москве, было принято решение объявить о всесоюзной стройке Байкала-Амурской магистрали. БАМ в этом слове настоящий трудовой подвиг, мечты, усилия сотен тысяч людей. И не случайно магистраль от Байкала до Амура называют нашей стране великой стройкой века. Мы расскажем об одном из славянцев, кто в числе первых принял в ней участие. Строительство БАМа, овеянное романтикой созидания и энтузиазмом молодых, вдохновляло полвека назад всю страну. Строки из популярных песен, такие как «Слышишь, время гудит БАМ» отражали настрой энтузиастов. Они уезжали строить легендарную магистраль, выбрав для себя судьбу первопроходцев. Александр Рябков в 18 лет по комсомольской путевке поехал на строительство трассы Тюмень-Сургут. После армии в 1972-м вместе с женой Ольгой направились на строительство трассы Сургут-Нижневартовск. Потом был бурятский участок БАМа. И вот с февраля 1975 года мы на мысль Курлы высадились. Потом это стал поселок Севербайкальск, потом город Севербайкальск. Ну и мы там занимались в основном тоже как бригада лесорубов. А потом вот это строили малые мосты, строили вот мы прям большой мост трехпролетный, скажем так, для нас. Это был через Гауджикит. Построили там объект, орбиту, станция космической связи орбита. Это такой самый первый постоянный объект севербайкальский был. Для многих молодых людей строительство БАМа стало делом всей жизни, воплощением их мечты, беззаветного труда и настоящим подвигом. Александр Рябков со своей юной женой не боялся трудностей. Он смело шел им навстречу, веря, что пройдет испытание на прочность. Условия жизни, они отбрасывали тех, кто как сильный останется, слабый уйдет, а сильный останется. Поэтому и формировалась вот все эти бригады на той основе в основном, что на этих трудностях, которые, ну, даже бытовые трудности. Вот они приехали, вот в палатки, вот жены вместе с мужьями, вот работа сама. На БАМе можно было хорошо заработать, но не это было главное. Они работали не за страх, а за совесть, весело, изобретательно, с огоньком. И на БАМе приехали, уже у нас сформирована была бригада, уже вот такой моральный облик вот такой был, что главная работа. То есть не было, может, необходимости. Вот мы, когда строили орбиту, станцию, это был первый такой постоянный объект. И все приехали из Тюмени, уже телевидение было, а там не было. А я в то время уже был там членом обкома Комсомола, то есть уже бригада так на виду была, а первая бригада такая еще сильная. И мне предложили, я не знаю почему, как бы все-таки бригада Лесорубова, говорит, возьмитесь построить станцию космической связи, чтобы телевидение пришло к вам. Хотя бригада Лесорубова, это же настолько далеко от всех этих работ. И мы работали вот пять месяцев, потому что не хватало времени, без выходных по 12 часов. К сентябрю бригада, работая самоотверженно, уложила около 2000 кубометров бетона и выполнила намеченное. Выработка бригады Лесорубов-Рябкова превышала 300% от запланированного. Как же это было возможно, недоумевали на строительстве. И вот на профессиональных соревнованиях его ребята еще раз доказали, что работают каждый за троих. И вот, когда по итогам там уже посчитали, все, 15 бригад работало, лучшие бригад собрали. И наш единственный этот участок, который дали, единственное звено, там 4 человека, мы полностью его очистили. Когда посчитали выработку, она у нас оказалась 360%. Славянец Александр Рябков, за плечами которого большая, полная ярких событий и свершений жизни, был приглашен в Москву на празднование 50-летия начала строительства БАМа. Его, как и всех участников торжеств, встретили там очень хорошо. Все было проведено на высоком уровне. Очень приятно. Я даже не ожидал, что оно будет на столь высоком уровне организовано даже. Потому что вот само то, приехали, тут нас на машине встретили, там же шикарный отель, гостиница, там привезли номера такие, вот это питание, вот это обслуживание. Концерт был, скажем так, все наши звезды старые, всех кого такой, очень хороший концерт был. Президент очень хорошие слова говорил, но он всегда хорошие слова говорит, умные. Нет, очень все во дворце съездов так, это было все, скажем, с такой помпезностью все обставлено. В общем, впечатлило, хотя я, скажем так, бывал же и на съезде комсомола, на одном съезде, на втором. Запомнились ему слова президента России, который сказал, что новые большие задачи по развитию восточного полигона под силу настоящим бойцам, таким как БАМовцы. Это особая общность людей с сильным характером, которые умеют добиваться поставленных целей. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».